ОМОНовец, он же боец ОМОНа. Это сотрудник отряда милиции особого назначения, специально обученный для работы в так называемых горячих точках, на стадионах и площадках, во время массовых гуляний, на площадях и в парках. Каждые полгода эта структура пополняется новыми кадрами, которые, к слову, тщательно отбираются. Не все желающие получают право ношения черного берета. Уже на втором из трех этапов отбора в среднем отсеивается около половины. К сдаче на право ношения черного берета допускают сотрудники, прошедшие срок обучения более полугода, которые имеют определенные навыки и каким-либо образом себя проявили в ходе службы в подразделении. Но не каждому удается сдать с первого раза, потому что такие квалификационные экзамены у нас проходят приблизительно раз в полгода. И бывают случаи, что сотрудники не сдают. Одним из важных качеств представителей отряда милиции особого назначения является выносливость. Умение в экстренной ситуации мобилизоваться и принять важные решения для настоящих ОМОНовцев не усилие, а привычка. Именно поэтому в списке испытаний на право ношения черного берета огромное количество самых разных учебных комплексов и комбинаций, которые, с одной стороны, не дают расслабиться молодому новобранцу, но, с другой, помогают собраться и учат держать себя в психологическом тонусе. В программе физические упражнения, стрельбы из оружия, навыки ведения рукопашного боя. Все упражнения, которые они сдают, они усложнены. Кросс, который они бегут, он усложнен дополнительными физическими упражнениями. Кроме того, он жестко поставлен в временные рамки. То есть, если они не укладываются в эти временные рамки, они, соответственно, дальнейшей сдачей на черный берет снимаются. Он должен, главным образом, быть собран, сдержан, решительен. Не говоря уже о том, что в целом он должен понимать, что происходит, владеть той нормативной базой, в рамках которой он действует, ну и принимать грамотные, завершенные решения. Работа сотрудников отряда милиции особого назначения, как известно, и опасна, и трудна, несмотря на то, что на первый взгляд, как будто и не видна. Представители этого подразделения уже множество раз в современной истории доказывали свой профессионализм, самоотверженность и работу на благо общества. Поэтому и требования к молодым кандидатам, желающим носить черный берет, особенные. В этот раз к финишу испытаний дошли только трое. Молодые люди во время всех испытаний проявили себя достойно и показали высокий уровень всесторонней подготовки. А значит, безопасность нашего государства и его людей по-прежнему будет в надежных руках.